приветствуем вас на нашем youtube канале церкви жатва на канале тбн вера 24 добро пожаловать в этот чудесный день который мы празднуем особый праздник сошествия святого духа и в этот день хочется поделиться несколькими местами священного писания высвободить благословение на народ божий и вновь пережить то что когда-то пережила первая церковь и мы откроем с вами первый текст священного писания деяния апостолов вторую главу тема моей проповеди как правильно праздновать праздник пятидесятницы первый текст второй главы книги деяния апостолов при наступлении дня пятидесятницы все они были единодушно вместе и внезапно сделался шум с неба как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом где они находились и явились им разделяющие языки как бы огненные и почили по одному на каждом из них исполнились все духа святого и начали говорить на иных языках как дух давал им провещевать в иерусалиме же находились иудеи люди набожные из всего народа под небесами когда сделался шум собрался народ и пришел в смятение ибо каждый слышал их говорящих его наречи и все изумлялись и дивились говоря между собою эти говорящие не все ли галилея не как же мы слышим каждый собственное наречие в котором родились парфяне медиане еломиты жителями саппатания иудеи каппадокии понта оси фриги и памфили египта частей ливии прилежащих к ренеи и пришедшие из рима иудеи празелиты критяне аравитяне слышим их нашими языками говорящих о великих делах божьих и изумлялись все и недоумевали говоря друг другу что это значит а иные на смехались говорили они напились сладкого вина петр же встав с 11 возвысил голос свой и возгласил им мужи иудейские все живущие в иерусалиме это да будет вам известно и внимайте словам моим они не пьяны как вы думаете ибо теперь третий час дня но это есть предреченное пророком и аилем и будет в последние дни говорит бог и залью от духа моего на всякую плоть и будут пророчества цены ваши и дочери ваши и юноши ваши будут видеть видение и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут и на рабов моих и на рабынь моих в эти дни и залью от духа моего и будут пророчествовать и покажу чудеса на небе верху знамения на земле внизу кровь огонь и курение дыма солнце превратится во тьму луна в кровь прежде нежели наступит день господин великий и славный и всякий кто призовет имя господня спасется мы задаемся сегодня вопросом что же для нас сегодня день пятидесятница и конечно это событие обросло разными мифами разными культурными наслоениями и в эти дни многие люди занимаются многими для их понимания важными вещами кто-то вспоминает только о прошлом кто-то устремляет сердце на кладбище кто-то чем-то еще занят но на самом деле пятидесятница прописана и берет свое начало от страниц ветхого завета и это удивительно потому что библия всегда трактует библию и все праздники которые происходили в израильском народе это не были просто суетные случайные события праздник в израильском народе он всегда имел духовное основание через праздники бог хотел сказать всему израилю и всем нам кто будет читать и ветхий новый завет а я хочу подчеркнуть тем кто скептически относится к ветхому завету и говорит ну ветхий завет но это ветхий завет а вот мы в новом завете но помните ведь иисус говорил и писание очень много нам говорит о том что все писание бога вдохновенно павел который учил со страниц вес ветхого завета всех кто слушал его он указывал им на иисуса христа именно с мест священного писания ветхого завета потому что ну в то время не было нового завета тогда еще все было только ветхом завете и павел имея помазание мудрости силу он скрывал места писания указывающие именно на христа со страниц ветхого завета и сегодня я хочу сказать что писание по-прежнему актуально и мы смотрим на знамения исторические события какие-то праздники и мы хотим еще раз и еще раз обновить в своем сердце понимание бог говорит сегодня к нам через эти праздники этих праздников очень было много израиль любил праздновать то они неделями праздную то месяцами то у них годичные праздники то у них какие-то недельные праздники торжествуют славят ликуют и очень часто там было прописано в этот день повелеваю вам не работать никакой работой ну эти праздники так хорошо приживаются на омской земле мы уже тоже их полюбили к чему я веду мысль к тому что пятидесятница для нас сегодня это не наши вымыслы это не наши какие-то культурные наслоения пятидесятница для нас это исполнение священного писания о чем говорит бог а он говорит нам давайте первое место священного писания откроем эта книга левит 23 глава давайте с девятого стиха библия говорит книга левит 23 глава 9 стих и сказал господь моисею говоря объяви сынам израилевым и скажи им когда придете в землю которую я дал вам и будете сжать на ней жатву то принесите первый сноб жатвы своей священник он вознесет этот снов пред господом чтобы вам приобрести благоволение на другой день праздника опять священник вознесет этот снов господу вот первое упоминание которое берет свое начало от огромного праздника пятидесятницы это было начало или приношение первых плодов и бог хотел чтобы израиль правильно понимал вот этот праздник первых плодов что нужно было увидеть это чудо взять этот первый снов первый вы скажете первое всегда для меня первое всегда близко моему сердцу я это родил я это выстрадал я это тут посадил она выросла да именно так бог в этих праздниках работает с нашим сердцем и пятидесятница подчеркивает что это праздник великой благодарности который что бог не отбирает у тебя первые плоды а он хочет чтобы мы с вами принесли что-то дорогое для нас перед лицом господа вы представьте себе вот я глава еврейской семьи иду за мной детки там бегут я был в израиле это просто красиво папа идет там мамочка идет детки бегут там за ним и прямо верениться особенно когда шаббат весь израиль успокоился все идут пешком куда-то отдыхать наслаждаться петь песни и вот представьте они устремились храм они шли на то место и вот первый снов они отдают священнику кого-то он был больше у кого-то был меньше это абсолютно не важно важно что это событие произошло это чем бог тебя благословил ты приносишь это священнику и он возносит этот сноб этот сноб снобу благодарности в этом празднике пятидесятницы который берет свое начало от приношения первых плодов подчеркивает зависимость нашу от господа полное упование на бога потому что представьте себе но ведь тогда не было таких особых событий и возможностей как сегодня когда аграрии наши благословенные которые знают какие нужно сеть вместе с этими семенами в землю эти грешные слова как пестициды и многие другие какие-то поливания и там эти снопы помидоры огурчики растут гигантскими размерами и ты думаешь что это такое а наши собратья из благословенного китая они вообще что-то там как посадят посадят так все потом зарастает только потом не очень это бывает вкусно и комбайны идут поливалки идут все там снопы идут и думаешь очень же как-то не не жить и не нарадоваться смотри как все растет надо идти в аграрную сферу у нас церкви есть драгоценные братья которые занимаются выращиванием пшеницы однажды мы приехали на эти большие поля конца и края этим полям нет и когда ты едешь на этом комбайне но не простите не комбайне а это такой беллаза вот с такими огромными колесами и ты за рулем там гидроусилитель я еду под течет я мне в зале вердова жми на газ и ты баранишь эту землю и сзади летят птицы стая это как в кино в каком-то удивительном и после этого вот этот наш драгоценный аграрий он выходит с этого космического беллаза встает на про обороненную землю падает на колени берет с головой вот в этот чернозем пах и он просто поклоняется богу и говорит господи если ты не дашь дождя если ты не дашь благословения если ты не защитишь от саранчи моли ржавчины и другой беды ничего здесь не вырастет я смотрю на его духовность так тоже на колени и думаю господи услышь его молитву это великое благословение настало время я помню подъезжает церкви машина открываются двери и выносят мешки с мукой раз два три четыре и огромное количество мешков с мукой я только в церкви в конце собрания успел сказать братья и сестры все кому нужно бери эти мешки люди приняли призыв от господа и приняли эти мешки я думаю интересно когда сегодня есть возможность подключить механизмы науку чтобы все быстрее росло чтобы тучи расходились или сходились люди пользуются этим а израиль у них не было никаких специальных вещей чтобы что-то росло или не а земля какая у них была земля они садили если вы были там если нет туда благословит вас господь побывать но очень много камня но очень сложно баранить землю но чтобы найти место где что-то прорастало но очень много усилий надо применить чтобы там что-то посадить и чтобы она выросла и я представляю когда я первый раз жизни сам лично посадил семена травы зеленый я там проборонил этот кусочек первые эксперименты я утром вставал на молитву ехал в храм 6 часов утра я помню это утро солнце еще только просыпалась я вышел я смотрю первые зеленые росточки они прорвались сквозь эту сибирскую черную землю тынь тынь и такая роса была на них у меня прям роса со слезами сразу началась потому что это господи я чувствовал себя как какой-то великий человек посадивший леса поля и реки я просто увидел эти три зеленых торчащих лепесточка и такая радость сошла на меня посадил и выросла но я их конечно не срывал не не приносил в храм у нас сегодня мы не делаем этого но это ведь состояние сердца там они буквально поступали так это был праздник полной зависимости от бога и священник поднимал эти снопы чтобы тем кто их принес приобресть благоволение от господа аллилуйя это великая радость и израиль танцевал плясал радовался торжествовал о господь научи нас хранить своем сердце даже эту эмоциональную радость по отношению к тому когда речь идет о поклонении хвале когда речь идет о нашей возможности давать и вот вторая часть этого праздника я хочу прочитать уже книгу второзакония 16 главу сегодня мы размышляем о ней и говорим о девятом стихе книга второзакония 9 стих мы говорим о добровольной жертве господу если первое это было праздник первых плодов то второе это добровольная жертва господу и книга второзакония 16 глава 9 стих говорит 7 7 отчитай себе начиная считать 7 7 с того времени как появится серп на жатве тогда совершай праздник седмиц господу богу твоему по усердию руки твоей сколько ты дашь смотря тому чем благословил тебя господь бог твой возлюбленная если наши праздники радость о боге она будет сопровождаться только нашим эмоциональным всплеском и даже чудными танцами и восклицаниями но после этого мы сказали спасибо и разошлись то писание говорит подтверждая в ветхом завете несколько местами священного писания об этом празднике она говорит что это недостаточно нужно было и эмоционально порадоваться но нужно было потом вернуться на свои поля отчитать эти седмицы а ведь это ведь пророчески показывает то дня когда христос был распят 40 дней он являлся апостолом и потом еще 10 дней они были в горнице и на этот 10 день то бишь 50 день изливается дух святой именно ведь во второзаконе 16 главе пророчески моисей пишет и говорит отчитай себе эти седмицы будь внимателен и принеси пред господом то чем благословил тебя господь отец небесный он принес на этот жертвенник земли голгофский крест своего сына вот чем нас благословил бог небесный даровая нам право и милость иметь спасение в имени иисуса христа ему благодарение ему хвала ему открытое наше сердце и сегодня я хочу сказать посмотри внимательно на свою жизнь а чем благословил тебя господь что сегодня есть в твоей руке или есть только помоги дай позаботься ты помни обо мне или есть что то что мы хотим сделать для бога позаботиться помочь своей церкви помочь братьям и сестрам кто окружает нас помочь людям кто окружает нас разве мы с вами голодаем разве нам с вами нечего а дети не на чем поездь по куда-то поехать бог всем благословил нас он дал нам все нужное для жизни и благочестия но это еще не финал если мы все это оставляем только у себя на себе но это неправильное празднование дня пятидесятницы правильно и празднование дня пятидесятницы это внимательно посмотреть чем благословил тебя господь и принести это господу и И принести это во славу и благодарение своему Творцу и сказать, Бог, я помню, как ты дал мне радость, когда первые снопы, первые жертвы, первые победы, и как сегодня, когда я вижу большой урожай в своей жизни. И может быть, относительно кто-то скажет, пусть жертвуют те, у которых нефтяные вышки, газовые какие-то там структуры, вот они пусть жертвуют. А я что? На самом деле, речь здесь не идет о том, у кого вышки, а у кого кусочек хлеба в руке. На самом деле, речь идет о состоянии сердца. Если сегодня я хочу научить своих деток праздновать праздник Пятидесятницы, это не просто 2 минуты поговорить на иных языках, а это сердце радость и сердце благодарность, как высвобождающаяся жертва. Я им показываю полноту этого праздника Пятидесятницы. Поэтому я вас всех увещеваю, как собственное сердце. Обратите внимание на то, чем благословил вас Бог. И будьте щедры, и заботитесь о Божьем деле. Аминь. И третье, что мне очень-очень-очень нравится, без чего не может быть полноты праздника Пятидесятницы. Потому что Израиль на основании даже этих мест писания книги Левиты, Второзакония, книги Чисел, они понимали, что это праздник радости, начало жатвы и конец жатвы. Все. Это великое торжество. Они понимали. На 50-й день после первого снопа они приходили в славный город Иерусалим. Они набивали этот город многотысячными толпами людей, набожных. Они прославляли Бога. Они жертвовали в храм. Там был храм. И они почитали Господа. Но никогда на протяжении всей истории Ветхого Завета не происходило того, что произошло на страницах Священного Писания Нового Завета. Когда Христос вознесся с Иллионской горы, и когда Он заповедал своим апостолам ожидать, что совсем скоро что-то произойдет такое, что я вам обещал, и я говорил, что это произойдет, а вы откройте сердце и ожидайте. И мы начали эту проповедь с удивительного места второй главы первого стиха. Я хочу вернуться на этот текст. Я хочу вместе с вами прочитать его. Итак, книга Деяния апостолов, вторая глава, первый стих и ниже. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всего народа под небом. «Когда сделался этот шум, собрался народ, пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием». Они уизумлялись, они задавались вопросом, это что такое происходит? Каждый год мы приходили в Иерусалим, внешне картинка была точно такой же. Огромное паломническое столпотворение из всех народов, где был рассеян Израиль, но знал еврейский язык, плюс они имели наречие тех народов, где они жили и родились. Но они пришли почтить Бога с благодарностью, и шли они очень долго. Это не так, как сегодня 20-30 минут на транспорте или на собственной машине мы добираемся до храма или домашней группы. Они шли днями, а некоторые шли неделями. И не у всех были ослики или кони, чтобы можно было добраться. Кто-то шел просто пешком, но сердце горело. И вот они собрались, они воздали славу Господу, пришли в храм, принесли свои жертвы. А оказалось, это не все. Оказалось, что Бог от начала сотворения неба и земли говорил об этом уникальном дне, который произойдет именно в день последней жатвы, на 50-й день после первого снопа. И зальется Дух Святой на эту землю. И вот представьте себе, когда Бог говорит в книге Деяния апостолов 1-й главы 4-м стихом своим апостолам. Давайте посмотрим это место Священного Писания. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Посему они, садясь, спрашивали Его, Господи, не в это ли сей время восстанавливаешь ты Царство Израиль?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Внимание! Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, здесь внимание, и до края земли. Только подумайте, когда Христос поднимается с Иллионской горы на небеса, Он строго-настрого своим апостолам и верующим людям, которые в лице 120 человек, стояли и смотрели, провожая Христа, и они не знали, что будет с ними по стечении 10 дней. Они только понимали, что им пришлось претерпеть в течение 40 дней, когда Христос являлся там и там, и было много разных гонений, притеснений, в адрес их сплетен, их разыскивали, и они находились в очень непростом состоянии. А тут они буквально видят, Христос их как бы покидает, но Он им говорит, лучше для вас, чтобы Я ушел. Если Я не уйду, утешитель не придет, поэтому Я иду, чтобы послать его вам. Ожидайте, ожидайте! Он им не сказал, что ровно через 10 дней, протерпите эти 10 дней, и через 10 дней вы будете вознаграждены. Не было такого слова, я перечитываю, не нахожу. Он им сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного. О да, иногда мы ждем, а иногда это бывает очень долго, и иногда мы молимся, как ждал Авраам. Бог ему сказал, иди в землю обитованную, я тебя там благословлю. Он шел, шел, смотрит, вся земля занята. Он говорит Аврааму, иди, я тебя благословлю, Сара родит тебе Исаака. Шел, шел, смотрит уже, и Сара зачать даже не может, физиология закончилась, у него сил нету. Сара даже над ним посмеялась и говорила, муж мой стар, как я могу от него что-то зачать? Получается, все Божьи обещания, пойди, земля занята, рожай, рождать я не могу. И на самом деле иногда опускаются руки, и думаешь, как долго мне ждать того, что Бог обещал? Сегодня в этом утреннем эфире я хочу сказать, Бог верен и выполняет свои обещания вовремя. И слава Богу, не в нашей календаре, и не по нашим часам. И это является нашим благом, потому что у Господа механизм, он на самом деле идет из невидимого мира в мир видимый. И когда еще все только творилось, когда сформировался Израиль, когда сформировался закон и пророки, Бог знал, что на страницах Нового Завета, в книге Деяний апостолов 2 главы, и зальется Дух Святой именно на день последней жатвы. Что символизирует эта последняя жатва? Она символизирует то, когда Дух Святой сошел, они исполнились и начали говорить в тайных языках. Это крещение Святым Духом. Но там проявились языки именно так, что люди, которые пришли из десятков стран, окружавших Харусалим, они вдруг начали слышать их, говорящих их наречиями. О чем они говорили? Они не говорили «кризис», они не говорили «пандемия», они не говорили «антихрист грядет», они не говорили «голод, проблемы, проклятия». Нет, 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 они говорили слова о великих делах Божьих, которые производят покаяние в сердце людей. Драгоценные мои братья и сестры, сегодня в это утро я хочу подчеркнуть, что для нас праздник Пятидесятницы – это не наше желание, не наше устой, не наши культурные особенности, и не то, что мне уважаемая моя бабушка говорила, на Пятидесятницу ты должен быть на кладбище, ух, кровь из носа. И я думаю, что там будет на кладбище, кто же меня там ждет. А на самом деле, при чем здесь все это? Давайте посмотрим на страницу Священного Писания. Леит говорит, что ты должен прийти к Господу в 23 глава с благодарным сердцем, принести Ему дар, жертву, веры. Может быть, у тебя еще пока нет великого урожая, еще не капал дождь с неба на твою семя, но ты доверяй Богу и умей радоваться до большого результата. Аминь. Второе. Бог говорит, для тебя праздник Пятидесятницы, это праздник жертвы собственного сердца. Посмотри внимательно, чем благословил тебя Господь. Посмотри, как Бог крепко обнял тебя в своих руках, и как Он пасет тебя, как птица собрал нас всех под крыльями своими. Ну что еще не дал нам Бог, за что бы мы ходили хмурыми на этой земле? Радуйтесь, веселитесь, торжествуйте и получайте больше радости от того, не когда вы принимаете, 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 а когда вы отдаете, отдаете, отдаете. И третье. Для нас праздник Пятидесятницы, который сегодня в нашем благословенном народе, по всему лицу земли уже говорят, это праздник Святой Троицы. Когда Дух Святой, личность Духа Святого, Он излился на эту землю. И в третьем веке этот праздник обрел такую формулировку сошествия Духа Святого или праздник Троицы. А раньше это все называлось просто День Пятидесятницы. Именно в День Пятидесятницы Бог хотел подчеркнуть, я даю своей Церкви Дух Святой. Именно моя Церковь будет последним жнецом на этой земле. И что вся эта пшеница, это прообраз народов, племен и языков. И я дал вам силу, потому что без силы Святого Духа мы не можем собрать эту жатву. Нам противостоит враг, душ, человеческих, дьявол, антихрист, лжепророк и духи злобы поднебесных. Их армия колдунов, спиритистов, магов и чародеев и всех этих продажных, которые отдали свои жизни врагу. Но на нас есть Дух Святой. И Церковь поднимается. И она как полки со знаменами набирает обороты в этом, стонущем от боли мира. И Бог дает нам сегодня право вновь указать им. Выход есть только в Иисусе Христе. Но Церковь не должна быть мертвой, она не должна быть покрыта какой-то слабостью, сонным состоянием. Церковь должна гореть огнем Святого Духа, жаждать Бога. И словно как иные языки, которые были на всех апостолах, на всех верующих, которые ожидали в горнице. И они дождались. Ответ пришел. Авраам получил обитованную землю. Сара и Авраам получили своего Исаака. Бог верен. И Он никогда не опаздывает. В это утро, я хочу сказать, когда приходит Дух Святой, Он дает покаяние. Открой сердце, чтобы принять Христа. Принять Его внутрь, в свое сердце. И ты скажешь, что Дух Святой может быть моим личным Духом Святым. И именно твоим личным Духом Святым. Но тогда Он делает тебя личным для Господа. И Иисус становится твоим спасителем. И Он берет тебя за руку. И ведет тебя по этой жизни. И ведет тебя в вечность. Я благословляю вас, драгоценные мои братья и сестры. Чтобы Дух Святой в этот особый день коснулся вас. Чтобы мы с вами сегодня понимали, Бог рассчитывает на нас. И мы на этой земле говорим на иных языках, чтобы быть понятными для всех племен и народов. Бог дал нам право быть жнецами последнего времени. Нет у Церкви другой миссии. Даже невеликие строительства, великих храмов, невеликие какие-то моменты, а именно то, что Церковь должна проповедовать Слово Божье и сегодня всем указать на Иисуса Христа. Когда получает человек крещение Духом Святым, Дух Святой дает ему милость говорить иными языками. Очень часто он говорит тайны Богу, который не понимает ни один человек на этой земле, но понимает только Господь. Но есть еще сила, которая на тебе. И когда ты говоришь к людям, они понимают тебя. И они каются, принимают Христа, обращаются к Нему в смирении сердца. В это утро я поздравляю вас, я благословляю вас, и я молюсь, чтобы сошествие Святого Духа накрыло, наполнило ваши дома, ваши сердца, ваших детей, ваших внуков и всех, кто окружает вас. Будьте благословены, возлюбленные и драгоценные. Отец мой, я молюсь, прими благодарение и хвалу за Духа Святого. И в это утро пусть твоя слава будет явлена ко всем, кто смотрит нас. Я молюсь, чтобы ты коснулся их и обновил их жизнь, обновил их отношения с тобой и дал им дерзновение проповедовать Евангелие Царства. Единому Богу да будет слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь и аминь. Поздравляю вас, драгоценные братья и сестры. Субтитры создавал DimaTorzok